Всем привет, дорогие гости и подписчики моего канала! На связи Оксана Грейс. Желаю вам исполнения всех ваших наизаветнейших желаний. А мы начинаем! Ребят, я решила приоткрыть свой маленький секретик. То, чем я занималась, можно сказать, практически тайно, чему я долгое время обучалась и чему я продолжаю обучаться сейчас. И вот я подумываю заняться этим в открытую. Почему я не рассказывала никому толком, что я этим занимаюсь? Да, знали, конечно, какие близкие люди, но это были всего лишь единицы. Так вот, ребят, занимаюсь я на данный момент нумерологией. Нумерология — это наука, магия, цифр. Также, например, как астрология, это всё связано с планетами, с зодиаками, с расчётами различными. Нумерология — это всё цифры, дата рождения. Так вот, цифры меня очень привлекают и привлекали всегда, но я не знала почему. Также были всегда одинаковые числа, где-то там на часах, там какой-то чек попадётся. Ну, как бы я это, можно сказать, пропускала мимо себя. Вообще, если я сейчас начну рассказывать видео, что и как меня привело в нумерологию, это будет достаточно длительное видео. Возможно, я запишу такое видео, но чуть попозже. Именно чётко видео о том, как я попала в нумерологию, вообще, как я пришла к этому. Так вот, многие считают нумерологию, астрологию — это наука, шарлатанство какого-то и лженауки. Но на самом деле это не так. В нумерологии можно посмотреть очень много чего интересного. Можно раскрыть себя совершенно по-другому. Узнать свои способности, узнать какие-то определённые таланты, которые были зарыты глубоко в вас. Можно узнать, какие профессии будут приносить вам деньги, совместимости. Можно полностью просмотреть всю вашу личность, на что нужно обратить внимание и так далее. Я уже чётко не буду рассказывать, потому что я как бы открываю сейчас свой маленький секретик. Так вот, я вела какие-то просчёты, расчёты. Я делала расчёты друзьям. Я делала много просто так. Потом даже у меня появились какие-то клиенты. Я начала делать расчёты им за деньги. Им начало нравиться. Они оставляли мне какие-то отзывы. И я вообще на подсознательном уровне думала, что это просто какое-то моё увлечение, возможно, хобби. Я не рассматривала это как какой-то профессиональный рост, чтобы сделать это своей профессией именно. Потому что я работаю массажистом. Я сейчас действую, иду в этой сфере, поднимаюсь потихонечку. Я обучаюсь, делаю массажи, работаю на данный момент в салоне. И как-то я это не рассматривала. Но в предыдущем видео у меня поднялся такой вопрос, что в будущем, ну, как бы я смотрю будущее наперёд, как я говорила в предыдущем видео. Так вот, я думала о дополнительной какой-то профессии. У меня есть профессия ветеринара. Я работала ветеринаром. Я работала в разных сферах. Я работала биологом, экскурсоводом, по экзотическим животным. Я даже работала в свадебном салоне. Я работала продавцом. В общем, сфер у меня было предостаточно. В течение жизни я иду и ищу что-то своё. То, что мне будет приносить не только деньги, а ещё и дополнительно удовольствие. И вот, и постепенно, ступенька за ступенькой, и это всё проходит год за годом. И потихонечку, мне кажется, я подхожу уже к тому, как бы к профессии своей жизни, к делу своей жизни. И вот, недавно я созрела на то, что возможно нумерология и массажи это как раз то, что мне нужно в жизни, и то, чем я хочу заниматься. Чем-то одним я не могу заниматься. Ну, такой я человек. Я очень творческий и очень креативный. И я люблю много... Мне нужно много думать. Мне нужно много идей. Я люблю вести там какие-то влоги. И у меня есть два аккаунта в Инстаграме. У меня есть влог на Ютубе. Да, может быть, я не суперкрутой влогер какой-то, и кто-то может считать, что у меня не суперполезные советы, к примеру, или ещё что-то. Но, понимаете, просто, так скажем, я ещё не раскрученный, потому что раньше я этим не занималась. Я начала этим заниматься недавно, и я не успела раскрутиться. У меня абсолютно нет никакой рекламы нигде. Я ничего нигде не беру, никаких реклам. Единственное, что я могу дать, это только объявления в OLX. Это наши объявления у нас по Украине. И всё, грубо говоря, да? Люди как раскручиваются? Они покупают рекламу различных блогеров популярных, там, покупают рекламу в том же Инстаграме, где-то в Фейсбуке. Но я пока нахожусь в таком вот небольшом, как сказать, замкнутом кругу. Я пока не могу выложить достаточное количество денег, чтобы купить рекламу, потому что у хороших блогеров с большой аудиторией нужно немало выложить за свою рекламу на самом деле. Вот. У меня сейчас немножко другие цели. Я влаживаюсь в обучение полностью. И плюс, я так понимаю, что мне придётся влаживаться ещё и в лечение. Потому что я сегодня ходила на КТ. Кто знает, компьютерная томография. Я делала себе брюшную полость, почки. Ну и, в общем, у меня болят, ну, можно сказать, практически ежедневно почки мои дорогоценные, потому что там лежат драгоценные камушки. И никуда они оттуда не делись. И, возможно, они как-то там двигаются или что. И мне приходится иногда очень даже неплохо страдать. И выпивать какие-то определённые обезболивающие сильные препараты, чтобы от этого избавиться. И вот я полагаю, что мне придётся ещё направить свою энергию и деньги в этом направлении, чтобы просто не запускать. Понимаете? Вот. А так я в основном сейчас вся в учёбах. Ну, естественно, и в работе. Но я люблю обучаться. Мне нравится получать какие-то новые знания. И я хочу стать лучшим. И что я вам хочу сказать, ребят. В любом случае, если идти к своей цели, то мы туда обязательно дойдём. И я туда обязательно дойду. Просто я недавно начала свой путь. И я ещё конкретно не знаю, как мне двигаться в этом направлении. Но я ищу различные методы и способы. Поэтому я уверена, что у меня всё получится. Просто для этого нужно время. И, возможно, даже немалое время терпения, самодисциплина и постоянная работа над собой. И, естественно, пополнение новыми знаниями. Поэтому, ребят, вот такие вот дела. Возможно, я уже и нашла себя. А, возможно, мне нужно ещё небольшое количество времени. И я чувствую, что я уже скоро буду у цели. Так что вот так. Мне, конечно, хотелось бы больше выкладывать видео. Но у меня получается раз в три дня. И я бы хотела спросить у вас, у моих подписчиков, кто досмотрел видео до этого момента. Как раз я проверю заодно. Какое бы видео вы хотели видеть на моём канале? Какое видео мне снять для вас? На какую тематику? Пишите свои предложения. И я что-то выберу и сниму на эту тему видео. Ну вот, ребят, немножко мы с вами поболтали. Немножко я вам рассказала своих планов, так говорится, своих маленьких секретиков. И на этом, я думаю, мы закончим с вами данное видео. Поэтому всем пока, всем счастливо. И удачи вам, друзья. И до новых видео. Пишите в комментариях, какие темы вы хотите видеть на моём канале. Всем бай-бай.